Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас! Сегодня мы продолжаем с вами читать Евангелие от Луки. Мы начнем с вами с 4 главы, с начала 12. Напоминаю, что мы читаем по-церковно-славянски, следуя традиции нашей православной церкви. И, соответственно, если вам трудно, можете открыть Евангелие на русском языке, в синодальном или каком-то другом переводе и следить параллельно за нами. Иисус же исполни Духа Свята, возвратися от Иордана, и ведяшеся Духом в пустыню, дни четыридесять искушаем от дьявола, и не яст не чесоже во дни тыи, и скончавшимся им последи в залка. Вот в этих двух стихах уже очень много заключается для нас и интересного, и не совсем понятного. Во-первых, нас может с вами удивить выражение «ведяшеся Духом в пустыню». И поскольку дальше следует, что Господь был искушаем от дьявола, еще в древние времена в Древней Церкви некоторые смущались и говорили, как может быть такое, чтобы дьявол, дух нечистый, мог Господа Христа вести куда бы то ни было. Нет, здесь, конечно, подразумевается Дух Святой. Духом Святым был введен Господь в пустыню. После крещения своего Спаситель идет от Иордана, проходит через город Иерихон, это самый большой город в Иорданской долине, находится он возле реки Иордан, неподалеку, то есть это где-то, наверное, там 4 километра, может быть, да, 3-4 километра от Иордана. И пройдя через Иерихон, Господь идет на склон Иудейской пустыни. Иудейская пустыня спускается от Иудейских гор, то есть Орд Иерусалима, до Иорданской долины. И резко достаточно обрывается. И вот как раз-таки на этом обрыве множество пещер, и вот по преданию в одной из них Господь поселяется и проводит сорокадневный пост. Интересно нам с вами здесь понять, почему дьявол искушает Христа. Вот этот вопрос тоже часто очень по-разному объясняют, и есть и протестантский взгляд на этот момент, да, что, мол, Христос должен был через искушение укрепиться, подготовиться к проповеди. Но это не православный взгляд, да, потому что мы с вами принимаем безгрешность полную Господа Христа. Соответственно, понимаем, что в укреплении Он не нуждался. Господь, как говорит нам один из самых древних толкователей Евангелия, преподобный Ефрем Сирин, идет в пустыню для того, чтобы победить дьявола и показать нам с вами путь, к которым и мы, дьявола, можем побеждать. То есть так же, как в случае крещения Господа в Иордане, омовение Его в покаянии грехов, так и здесь пост в пустыне нужен был не Христу Спасителю, он нужен был нам, он нужен был нашей человеческой природе. Поэтому Господь это на себя дело берет и попускает дьяволу искушать себя. Это тоже момент для нас удивительный и исключительный, потому что Господь настолько смиряется, что позволяет дьяволу подойти близко к нему и искушать его. Если бы не было на то воли самого Господа, дьявол никогда не осмелился бы подойти к нему и предлагать ему какие бы то ни было вопросы и искушения. Также здесь очень интересно, что Господь постится 40 дней. Часто спрашивают, почему именно такой период времени. Но вот здесь же опять, если мы с вами обратимся к Ветхому Завету, то мы обнаружим, что действительно 40-дневный пост принимался в исключительных случаях. В принципе, в Библии только один раз вот так четко обозначено, что это было именно 40 дней. Это в случае с Моисеем, конечно же, на горе Синай, когда Моисей постился перед тем, как принять от Господа. Скрижали с десятью заповедями. И там написано, что 40 дней он не вкушал пищу. То есть именно полное воздержание от пищи. Вот это еще такой тоже момент интересный. В Ветхом Завете постом называется не воздержание от растительной и животной пищи, а полное голодание. И в случае с однодневными постами, которые сейчас приняты у иудеев, это и воздержание от воды. И в принципе у нас, у христиан тоже есть такая традиция такого поста. Вот, например, первая седмица Великого Поста. Первые три дня в монастыре Святого Савва Священного так постятся. Многие миряне у нас стараются так поститься. Ничего не едят и не пьют. До литургии прежде священных даров, то есть до полудня среды, там, в 12 или час дня. Ну, то есть обычно после шестого часа по церковному вкушают уже пищу и воду. То есть такие посты известны. Но вот 40-дневный пост в Ветхом Завете еще раз являлся делом исключительным. И здесь Господь берет именно этот пост. Кстати, здесь проводят параллель и с тем, что всемирный потоп продолжался 40 дней. То есть очищение земли от греха водой продолжалось 40 дней. Поэтому вот это число 40 имеет значение, имеет смысл. Такой вот древний, библейский. Господь берет на себя вот такой исключительный большой пост. Наша человеческая природа с вами пала, Адам согрешил, пал через нарушение поста. В чем главный акт был Адама? Господь сказал не вкушать, Адам вкусил. Почему мы сейчас с вами поговорим? Потому что, конечно же, искушение дьяволом Адама, искушение им Господа Христа в пустыне, это два совершенно параллельных события. Они связаны между собой, естественно. Так вот, поскольку человек согрешил, но через нарушение поста, Господь начинает лечение человеческой природы через пост, через воздержание, через соблюдение этого поста. Господь этим и нам показывает путь, которым мы должны духовно совершенствоваться, подчинять своей душе, своему разуму наши немощи, которые в человеческой природе есть. А человек, пока он не находится в духовном теле, в котором он будет находиться после воскресения уже, пока он находится в своем теле, человек естественным образом нуждается в пище и питье. И это совершенно нормально и совершенно естественно так Богом создан. И первый Адам до грехопадения тоже испытывал голод и кушал в саду. Господь же сказал ему, вкушай от всех плодов, деревьев, кроме этого дерева запретного. Соответственно, Адам и Ева питались, они ели, это понятно. И только после воскресения, когда наше тело уже будет иным, духовным, мы не будем нуждаться в пище и питье, нашей пищей и питьем станет благодать Божией, насыщение благодатью Божией. И вот здесь Господь, поскольку взял на себя тело наше, человеческое, то есть с его обычными немощами, созданными Богом, Господь взалкал. И показывает нам, как даже в этот момент, когда он естественным образом хочет есть, голоден и устал от поста, как возмогает это духом. Мы с вами читаем третий стих. И речи ему дьявол, аще сын еси Божий, рцы камени висему, да будет хлеб. И, отвещав Иисус к нему глаголя, писану есть, яку не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе Божии. Здесь мы с вами видим, как Господь подчиняет телесное духовному, как Он говорит дьяволу, что это временное состояние, что человеку нужна пища. Человек на самом деле живет благодатью Божией. Человек живет исполнением заповедей Божьим, Божьих стяжанием через это Духа Святаго. И Дух Святый уже может питать плоть человека даже в этой жизни, так, как если бы человек жил уже после воскресения в теле духовном. Мы с вами находим массу примеров этому. Впоследствии подвижники, аскеты удивительный пост совершали. Они могли действительно питаться в наших пустынях, в нашей пустыне Иудейской рядом, уже недалеко от нас, и Синайской, и Египетской. Они могли бы вкушать пищу раз в три дня, или могли вкушать один раз в день, опять же, во второй половине дня, немножко фиников, воды, и все. И они на этом могли жить, еще и трудились, потому что всегда монахи трудились. Они плели корзины, они собирали хворост, то есть они физическую работу делали. И мы недоумеваем, мы ослабеваем к концу поста, хотя мы едим овощную пищу, да, все-таки с вами, но без белков, без жиров, мы иногда даже заболеваем, весной часто бывают, да, всякие грипповирусы, потому что организм ослабевает, устает. И это только от того, что у нас недостаточно. Молитва и покаяние, естественно, и поэтому вот мы с вами здесь видим, как Христос говорит дьяволу, «Не хлебом единым жив будет человек». Эти слова Господа являются цитатой из второзакония, из проповеди, которую произнес Моисей на горе Нево перед тем, как уже почил. Это как бы последнее напоминание народу израильскому о том, как они должны жить и служить Богу. И вот Господь и в последующих искушениях, которые дьявол ему будет предлагать, будет отвечать ему словами из вот этой проповеди Моисея, из второзакония. Таким образом, Христос отвечает дьяволу словами из Священного Писания. И почему дьявол предлагает Христу вот это первое искушение именно вот такого рода? «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Во-первых, здесь первый момент нас удивляет. Почти в каждом искушении мы видим, дьявол обращается ко Христу, «Если ты Сын Божий». Он не говорит ему почему-то, «Если ты голоден, да?» «А если ты Сын Божий». Дело в том, что, как, опять же, Ян Златоуст нам пишет другие святые отцы, дьявол не знал точно, что перед ним Господь. Он подозревал это. Во-первых, он ведь присутствовал на Иордане, и он видел и Духа в виде голубя сходящего, и голос отца слышал, но до конца разумение его было закрыто. То есть дьяволу не дано до конца было понять этого. Но подозрения в нем возникли, что это непростой человек. Также он слышал слова Иоанна Претечи, который сказал, «Вот идет Агнец Божий в земле на себя грехи мира». И дьявол как бы хочет этим искушением проверить, действительно это обещанный Мессия, его заклятый враг, сам Бог на земле, или все-таки нет. Это просто праведник, порог очередной, но не сам Христос. То есть дьявол, хотя и дух бестелесный, но какие-то вещи от него закрыты. Господь не дает ему знать абсолютно все. И вот он испытывает Христа самым легким, скажем так, начинает с самого слабенького искушения, искушения голодом. Дальше дьявол испытывает Христа желанием богатства, насыщения, которое связано, да, эти два искушения как бы можно связать между собой, начинается с того, что нам просто хочется есть, а заканчивается тем, что нам хочется есть самое вкусное, да побольше, побольше, да. И вот, соответственно, дьявол предлагает Христу искушение богатством, стяжанием. И возведь его дьявол на гору высоку, показа ему все царствия вселенная в часе времени. И речи ему дьявол, тебе дам власть сию всю, и славу их, яку мне предана есть, и ему же аще хащу дам ю. Ты оба аще поклонишься предо мною, будут тебе вся. И отвещав речи ему Иисус, иди за мною, сатана, писано есть, поклонишься Господу Богу твоему и тому единому послужаше. Гора, на которую возвел дьявол Господа, как полагают, это символ, то есть Господь возводит его на гору тщеславия, как некоторые считают, и показывает ему царство мира в видении, то есть, скажем так, умозрительно, как видение такое. На самом же деле, многие святые отцы, и, честно говоря, и мы, православные гиды, считаем, что гора-то была самая реальная, обыкновенная наша гора. Собственно, на склоне этой горы находится та пещера, где Господь постился 40 дней. Эта пещера сегодня находится в монастыре 40-кодневном. О нем я в конце вам обязательно расскажу и покажу кадры оттуда. А гора эта, это, собственно, вот этот вот обрыв, окончание Иудейской пустыни. Гора эта действительно очень высокая, с нее открывается потрясающе совершенно видная Орданскую долину на Аравийские горы. И, конечно, в видении, потому что действительно целиком там весь мир-то не видно, это уж понятно, гора не такая высокая, но мог возвести его дьявол вот на вершину этой скалы, так традиционно у нас в Палестине считается, и показал ему в видении все царства мира. И горделиво сказал, что власть над ними отдана ему. Он и до сих пор так считает, дьявол, да, и так считают богатые люди, которые имеют огромные финансовые возможности, и, да, они считают, что весь мир принадлежит им, они могут управлять нами, как хотят, и забывают, что они могут это делать до поры до времени, пока Господь попускает это. И так же здесь Господь говорит дьяволу, Господу Богу твоему, кланяйся и ему единому служи, и не будет сын человеческий поклоняться дьяволу, и никакой человек разумный не будет поклоняться дьяволу, потому что то, что власть над этим миром отдана ему, это ложь, это обман, об этом и само имя дьявола свидетельствует. Дьявол значит клеветник, обманщик. И вот опять же здесь Господь отвечает из второзакония, то есть из священного писания. И веди его в Иерусалим, и постави его на крыле церковнем, и речи ему, ащи сын еси Божий, верзися отсюда долу, писаного есть, яко ангелам своим заповесть у тебе, сохраните тя, и на руках возмут тя, да никогда приткнешься о камень ногу твою. И отвеча в речи ему Иисус, яко речено есть, не искусиши Господа Бога твоего. Здесь дьявол испытывает Господа тщеславие. Он как бы говорит ему, если ты такой сильный, вижу, что ты непростой человек, вижу, что твои, все вот эти возможности, да, и твоя крепость, твоя сила так отвечать мне, говорит о твоих исключительных способностях. Если ты действительно сын Божий, докажи мне это, я поверю. Помните потом на кресте, да, если ты сын Божий, сойди со креста. И вот, соответственно, дьявол здесь, что тоже интересно, подражая Христу, цитирует из 90-го псалма, слова, которые он цитирует безграмотно. Они к Господу не относятся. Эти слова сказаны о людях, которые веруют в Господа, те, которые уповают на Бога. Эти слова не сказаны о сыне Божьем. То есть дьявол одновременно называет его сыном Божьим, если ты сын Божий, а в то же время цитирует слова, которые к нему не относятся. Возможно, он здесь имеет в виду, что если даже людей Бог обещал хранить, которые на него уповают, то уж тем более тебя сохранит, да. То есть докажи мне, покажи мне свое достоинство, свою силу. И вот это искушение научает нас с вами тому, что никогда не должно, как говорит Иоанн Златоуст, ничего делать ради того, чтобы показать свою силу, да, или ради того, чтобы показать, что вот мы христиане, и с нами Господь. И дьявола побеждаем мы не этим, побеждаем мы его смирением, да, смирением и миролюбием. И также Христос здесь миролюбиво, очень и смиренно отвечает дьяволу. Он говорит, не искушай Господа, Бога твоего, да, потому что Господь, когда нужно, явить свою силу сам, а тебе не нужно пробовать, испытывать эту силу Божию, потому что всегда в корне этого желания лежит тщеславие, да. Вот я, например, все ходят в масках, потому что коронавирус, а я сниму маску и докажу, что я вот такой смелый, со мной Христос. Это тщеславие, это гордость, да, потому что действительно мы хотим тогда, если мы не заболеем коронавирусом, несмотря на то, что мы ходим без маски, нарочито лезем там во все торговые центры, мы считаем, нас Господь и так хранит, и если действительно мы не заболеем, мы подумаем, во какой я хороший христианин, оказывается, как меня Бог-то хранит, я в самое пекло полез и без маски, и вот они пусть в масках ходят, те, кто не верующие, а я верующий, видите, то есть, конечно, из вас никто так не делает, я в этом убеждена, я тоже так не делаю, но тем не менее, просто привела пример вам из наших нынешних реалий. Соответственно, получается, мы со смирением, да, относимся к себе и верим всем сердцем, что Господь нас защищает, но при этом мы не тщеславимся, не хвалимся, не испытываем этого, не требуем, чтобы Бог нам это доказывал, прямо вот тебе здесь и сейчас, да, по мгновению волшебной палочки. И тогда мы побеждаем дьявола, потому что дьявол, он гордец, и, соответственно, любой акт, в котором замешана гордость, в тщеславие с нашей стороны, дьявола привлекает, дает ему власть над нами, вот поэтому, да, не искушай Господа, Бога твоего. И скончав все искушения дьявол, отыди от него до времени, и возвратиси, Иисус, в силе духовней в Галилею, и весть изыди по всей стране о нем, и то и у чаши на сонмищах их, славим всеми. Мы видим с вами здесь, что дьявол отступает от Господа на время, потому что, когда будут воины Пилаты избивать Спасителя, когда будут мучить его на кресте, это будет действием дьявола. Опять Господь попустит дьяволу подойти к себе, и руками слуг его, то есть людей, которые находятся в подчинении у дьявола, мучить себя, мучить его, Спасителя. И вот дальше мы читаем с вами, что Иисус возвратился в силе духовней в Галилею. Не будем здесь понимать эти слова буквально, в смысле, что до этого у него силы духовной не было. А она появилась только после искушения дьяволом. Здесь это не имеется в виду. Здесь просто нам показано, что по человечеству своему, не по божественности, по божественности Христос всегда имел силу духовную, она никуда от него не уходила. По человечеству своему, как любой человек, который прошел искушение и отринул предложение дьявола, человек становится сильнее. И вот в этом смысле это сказано в силе духовней. Здесь скорее говорится исключительно о человечестве Христа, но никаким образом не о его божественности. Она остается неизменной. Что же можно сказать нам с вами о том, что вот эти искушения дьяволом Господа повторяют искушения в райском саду? Это действительно так. Об этом пишут очень многие святые отцы в комментариях к Евангелию и объясняют нам, что дьявол искушал первого человека Адама вот этими же самыми тремя способами. Голод, тщеславие и желание богатства. Помните, как он предлагает вкусить плод вкусный, спелый, свежий? Говорит, если вы вкусите, «Откроются вам очи, и вы будете знать добро и зло, и станете как боги». «Откроются очи, и станете как боги» – это тщеславие. А будете знать добро и зло – это стяжание, богатство. Ведь человек, который знает добро и зло, он же всемогущий. Он действительно может всё, может владеть всем. И, соответственно, вот такими же способами искушает Господь, искушает, простите, дьявол, спасителя. И вот первый человек, Адам, это искушение не выдержал и пал. И вот новый Адам, Господь наш, Иисус Христос, поступает так, как должен был бы поступить тот древний Адам. То есть он словами священного писания, Адам первый мог бы словами просто разума своего и воли своей отринуть вот это искушение и отказаться от предложений дьявольских. Здесь же Господь нам даёт в том, что он отвечает именно словами священного писания, даёт нам ещё одно удивительное назидание, как мы должны хорошо знать священное писание. Потому что, как говорил преподобный Серафим Саровский, ум человека должен как бы плавать в священном писании. Святитель Василий Великий говорил, что на каждый случай должно быть, должно проверять всё по писаниям. То есть на любую ситуацию нашей жизни должна находиться строчка священного писания, да, которая нас утешит, поддержит, настроит. Для этого надо просто часто священное писание читать. Читать Евангелие, читать Псалтирь, почаще перечитывать Ветхий Завет, чтобы эти фразы, эти слова жили в нас. Кстати, ещё одна причина, почему мы любим читать Евангелие на церковно-славянском языке, потому что на нём фразы из Евангелия, цитаты, запоминаются гораздо легче. Они приобретают какой-то такой сразу богослужебный, церковный характер, да, и, соответственно, нам иногда легче цитировать на церковно-славянском, они помнятся наизусть, чем на современном русском. На современном русском звучит многословнее и не так складно, не так слитно, как на славянском. В этом ещё одно, конечно же, одно ещё преимущество этого языка. Ну и, как я обещала вам, немножко о том, что находится сегодня на месте, где вот эти события, первые два искушения, по крайней мере, где они происходили. То искушение, которое на крыле церковнем, это в Иерусалиме. Дьявол поставил Господа на крышу храма. А первые два гора и искушения, связанные с голодом, с хлебами, здесь у нас вот вблизи города Иерихона. Пещера, в которой Спаситель подвязался, была известна ещё с достаточно древних времён. Мы знаем, что ещё в VI веке монахи из Лавры Святого Савы приходили туда на сорокадневный пост, любили вот в этих пещерах подвязаться и особо почитали вот одну из них, как пещеру Спасителя. Ещё до этого, в IV веке, там был построен на вершине горы монастырь Святого Преподобного Харитона, исповедника. Это наш первый подвижник нашей пустыни. И хотя в IV-V веке упоминаний об этой пещере никаких нет, но, скорее всего, известна она была. Иначе, почему он монастырь поставил именно в этом месте, а не в каком-либо другом. И вот впоследствии монастырь, конечно, разрушили персы, как и все монастыри у нас, 614 год, печально известный. И дальше монастырь восстановился ненадолго, в средние века, снова был разрушен, но уже окончательно восстановился он в XIX веке. И не на вершине горы, а на склоне. То есть построили монастырь так в XIX веке, чтобы пещера Спасителя оказалась внутри храма. Храм средневековый был, да, и пещера в нем была, но они могли как-то по-другому новый храм построить. Они повторили тот средневековый храм, собственно, который и был, немножко его даже так расширили, чтобы пещера оказалась внутри. И вот она находится на втором этаже храма. Храм сам в честь Благовещения Божьей Матери освящен. И вот в этой пещерке Господа показывают камень. Камень, на котором по преданию молился Спаситель ночами, или, как некоторые говорят у нас, отдыхал на нем. Он не спал, как на кровати, а вот в пещере так на камень голову свою преклонял и отдыхал. По греческому же преданию на этот именно камень указывал дьявол Спасителю, говоря, скажи, чтобы этот камень сделался хлебом. Действительно, он похож на буханку хлеба. Паломники обычно поднимаются на Сорокодневную гору пешком. Кстати, так и называется и монастырь, Сорокодневный монастырь, и гора Сорокодневная. Вот так, да, уже так достаточно много десятков лет так уже называют, так привыкли и на греческом, и на всех языках. И вот паломники поднимаются обычно пешком. Конечно, в зимний период это еще ничего, летом это все-таки очень, конечно, жарко, но идут потихонечку обычно с молитвой, поскольку искушения там всякие бывают. Вообще место такое, скажем так, и благодатное, и, с другой стороны, суровое. Монастырь очень маленький, очень тяжелая жара, потому что у нас в Иерихоне летом 40-42, это обычная погода, а бывает и выше. И, конечно, вот эта теснота внутри, что нету какого-то монастырского сада, леса, где можно рядом погулять, там речка пройтись, да, а ты буквально зажат вот в этот каменный такой узкий коридорчик. Паломников это очень всегда впечатляло, и они очень умилялись, но представить себе, что вот ты там живешь день за днем, месяц за месяцем, никто не хочет, потому что действительно это очень надо иметь сильную молитву и аскетический такой вот настрой. И, как известно, когда мы в такие условия себя ставим, дьявол к нам особо сильно начинает и подступать. Мы как бы вызов ему даем тем, что мы удаляемся от мира, от забот, от хлопот, начинаем серьезно молиться, стараемся, чтобы нас ничего не отвлекало, вот, да, одни камни кругом, и, соответственно, дьявол на монахов нападает сильно, и там это чувствуется. Я знала людей, которые там пробовали жить, они мне рассказывали, что очень тяжелые там искушения. Соответственно, и на паломников, когда они поднимаются на 40-дневную гору, нападают искушения. Ну, чаще всего какие? Болтливости, бесконечного фотографирования. Поэтому часто и гиды православные, и батюшки советуют, идите с Иисусовой молитвой, поговорите на обратном пути, на спуске, пофотографируйте тоже, да, а пока вы идете вверх, старайтесь молиться, дышать ровненько, чтобы плохо никому не стало, опять же, пить водичку. Высота на самом деле небольшая, там всего где-то около 150-170 метров, но поскольку крутой подъем, нету тени и, опять же, жара, то, в общем-то, это бывает для некоторых настоящим испытанием. Ну вот, мои дорогие, мы с вами на сегодня прощаемся. Я надеюсь, через несколько дней выложить новые видео, мы будем продолжать читать Евангелие. И на днях, опять же, может быть, завтра, послезавтра, будет новый выпуск «Святая Земля сегодня». Мы не оставляем наш YouTube-канал, несмотря ни на какие новые дела с новым проектом, о котором тоже скоро уже расскажу и что-то покажу. Ну вот, мои дорогие, храни вас всех Господь, до скорых встреч!